Валаам – остров в северной части Ладожского озера, самый большой в составе Валаамского архипелага. На острове расположен Валаамский Ставропегиальный мужской монастырь, который является памятником русского зодчества. В галереи Нагорная проходит выставка художников из Павлова Посада «Валаам. Остров глазами художников». Свои картины представили Юрий Федоренков, Николай Титов и Андрей Белоусов. Остров посещали русские императоры, писатели, поэты, композиторы и, конечно, художники. Вдруг появляется возможность в 1981 году получить путевку. И мы четыре художника по путевке попадаем на остров Валаам как туристы. Мы должны были со всей группой туристов вокруг Валаама на лодках объехать, посетить там какие-то острова и так далее. Места интересные. Договорились с руководством группы, что мы, художники, остаемся на острове и будем писать этюды, и потом мы отчитаемся, что мы написали. Вот так вот мы и договорились. И в конце, когда все мы объединились и подводили итоги, всем очень понравилось, что мы показали очень красивые места Валаама. Мастера живописи представили нам возможность увидеть Валаам их взглядом. Им удалось отразить прекрасную атмосферу острова, запечатлеть красоту дивных нетронутых уголков природы Валаамского монастыря и скитов. Именно в архитектуре Валаама одним из его создателей, создателей этой замечательной архитектуры, архитекторе Гонастаеве, им был создан неповторимый русский стиль архитектуры. А сам остров Валаам можно назвать своеобразным триединством, наверное. Это единство воды, природы и архитектуры. В основном произведения были написаны во время пребывания художников на острове, а некоторые образы воссозданы по черно-белым фотографиям. Такие картины обладают особой ценностью, потому что цвет здесь более всего передает настроение мастера. Простая фотография черно-белая по памяти пишу зиму. Художник должен работать больше всего по памяти. Возьмите Айвазовского, как он писал в своей Буре, Штили. «Остановись, волна, я тебя напишу». Все это по памяти было сделано. У художника должна быть великолепная зрительная память. Если он ей обладает, он может сделать очень многое. Художник Андрей Белоусов, ученик Николая Титова, на острове не был, зато не раз посещал север нашей страны. Мне север, как таковой, очень близок. А Валаам, при слове Валаам, всегда вспоминаешь наших классиков. Того же Шишкина, Васильева, Куинджи, Рериха. Люди, которые прошли через Валаам, люди, которые оставили свой след в искусстве, значимый след, что-то привлекало. Была какая-то загадка. Я для себя ее определил так. Тот, кто хотя бы раз бывал, неважно на каком, но на острове, наверное, поймет, потому что островная жизнь, она особенная. Она сама по себе обладает какой-то непостижимой притягательностью. Отдаленность от материка, она сказывается буквально во всем. И в укладе жизненном, и в живописи в том числе. Напомним, что выставка в галерее Нагорное, посвященная Валааму, продлится до 5 апреля. Субтитры создавал DimaTorzok